На сегодня мы видим, что маршруты, которые приходят из Чебоксар, они проезжают по любой самой немыслимой территории, чуть ли не вдоль каждого подъезда жилого дома города Новочебоксарска. С нарушением даже тех знаков дорожного движения, где городским перевозчикам запрещается проезжать и подбирать пассажиров. А пригородный автотранспорт умудряется останавливаться по отдельным маршрутам до 18 остановок на городских остановках. И только некоторые, максимум 2 маршрута, изначально грамотно спроектированные, где им разрешается на городской территории останавливаться не более 4-5 раз. Так вот, городская администрация Новочебоксарская и мы, как перевозчик Новочебоксарский, неоднократно обращались в Министерство транспорта с просьбой, чтобы упорядочить этот въезд и сделать некое единообразие для всех маршрутов, чтобы они перекликались с городской территорией, с городскими остановками общественного транспорта, таким образом, чтобы на каждой маршруте, въезжающем из Чебоксара, внутри городской черты города Новочебоксарска было не больше 4-5 остановок. В этой ситуации могло бы достигнуть компромисс, когда проживающее население с легкостью могло бы выбрать для себя ближайшую остановку, таким образом, чтобы в пределах 5-8 минут до нее добраться пешком, не пользуясь городским транспортом. И, с другой стороны, иметь возможность попасть в любую точку Чебоксар, если им это позволяет пригородный автотранспорт. То есть, когда перевозчику дали возможность самому обозначать тарифы, и он ввел два дополнительных тарифа, в Новочебоксарске это и раньше привело, а сейчас окончательно закрепило ту ситуацию, что 331 маршрут в совокупности с 262 полностью убили городской 11 маршрут. Но 11 маршрут был социально необходим городу, и будучи нерентабельным на день его создания и разыгрывания по конкурсу, его целевое назначение было обслужить садоводческие товарищества, которые расположены в сторону речи порта, и промзону до неродстрома включительно тем, кому туда нужно было на работу. На сегодняшний день 11 маршрут не может справиться со своей социальной функцией, потому что его убытки не покрываются рентабельностью остальной маршрутной сети, доверенной автолайну. А приградные перевозчики совершенно даже и не думают о том, чтобы подставить плечо, как они любят говорить, городским администрациям, чтобы довести до неродстрома пассажиры. Вот два маршрута упомянутых, 262-й и 331-й, в совокупности на них задействовано 70 автобусов, на 11 маршруте работало всего 12-15 автобусов. Так вот эти 70 автобусов, которые 100% совпадают с маршрутом с 11-м, так укатали городскую 11 маршрут, что его пассажиры перестали ждать с интервалом 4-5 минут, потому что упомянутые два пригородных ездят между собой с интервалом в минуту-полторы минуты. Кто же будет ждать? Но тем не менее, каждую весну у нас пламенные митинги и забастовки, кто же довезет до садоводства. И я ни разу не видел, чтобы пригородные перевозчики первые записались в очередь помочь городу довезти кого бы то ни было до неродстрома. И поэтому вот этот пример уместен, что на сегодняшний день и в Чебоксарах почувствовали ту же неприятность, что в таком большом количестве маршруток, обращаю вас внимание, что после транспортной реформы в Чебоксарах, когда работало до реформы 550 автобусов, а после реформы собрались оставить только 350, и на этом фоне 250 въезжает только из Чебоксар пригородных автобусов, не считая такие направления, как Ишлеи, Кугеси, Цивильск, которые дополнительно, еще больше сотни автобусов пригородных, въезжают в Чебоксары и разъезжаются по всем Чебоксарам, как городские перевозчики. Вот они в совокупности дали понять городской администрации, что когда они еще и понижают тарифы незаслуженно до уровня городских и ниже городских, они по сути убивают городской транспорт. То если бы было все отрегулировано самим министерством в содружестве с двумя муниципальными администрациями Чебоксарами и Чебоксарск, то каждый бы занимался своим делом. Пригородные перевозчики возили бы тех, кто нуждается в ежедневных поездках из Новочебоксарска в Чебоксары, а перевозчики Чебоксар и перевозчики Новочебоксарска занимались бы тем, чтобы обслуживать население внутри города. Это наша основная задача. Мы с ней достаточно уверенно справляемся. И нам такие помощники, горе-помощники, как пригородные перевозчики, не нужны в этом вопросе. Тут, знаете, возникает такой вопрос. Люди хотят, чтобы вышел человек и с любой остановки мог уехать. Мало кто хочет сделать пересадку. Уехать внутри города или уехать в Чебоксар? Да. Вот смотрите, я почему задал этот вопрос. Если уехать внутри города, то вот какие требования нам были поставлены городской администрацией, чтобы мы обеспечивали интервал в 5-6 минут, мы с этим интервалом справляемся. Мало того, когда мы вышли на конкурс городской в 2013-2013 году, и перед нами был поставлен вопрос предоставить для обслуживания города 115 единиц автобусов, мы поставили 115 единиц автобусов. С 2013 года по 2019 год наш пассажиропоток упал в два раза. И оставшийся пассажиропоток мы с легкостью обслуживаем с заданным интервалом, потому что мы справлялись и с более весомым заданием. А я вам уже пояснял, что когда пригородные маршруты накладываются друг на друга, например, как 220-й и 262-й с одной стороны, 101-й и 331-й с другой стороны, они начинают внутри города Новочебоксарска, используя три основные улицы, идти с интервалом минута. И, как вы говорите, если пассажир нуждается внутри города выйти на остановку и сразу уехать, у него есть возможность уехать с нами через 4 минуты, или уехать с пригородными перевозчиками через минуту. Естественно, он выбирает пригородных перевозчиков. Но это же ненормально. Либо нам должны создать условия ездить раз в минуту, но тогда вообще мы будем ездить пустыми, с такой частотой. Либо должны упорядочить их транспорт, что они не должны ездить пригородные, когда ездят обычно раз в полчаса в час, они умудряются ездить раз в минуту. О чем это речь? Это речь о недобросовестной конкуренции. За этой конкуренцией, согласно 48-го закона об организации пассажирских перевозок Чувашской республики, отвечает уполномоченный орган в лице Министерства транспорта, где он, с одной стороны, является заказчиком пригородных перевозчиков, а с другой стороны, он отвечает за совмещение интересов и муниципальных, и межмуниципальных перевозчиков между собой. Так вот, на сегодняшний день эту функцию практически министерство игнорирует. Оно лоббирует интересы пригородных перевозчиков и забывает быть судьей справедливым между двумя перевозчиками, муниципальными и межмуниципальными. А чтобы стать таким справедливым, судьей, они должны решить вопрос схем въезда-выезда в город, муниципалитет, количество остановок. И при этом, я в своем рассказе пытался вас убедить, что это можно сделать, не ущемляя самих пассажиров в гаражах города Новочебоксарской. Наоборот, даже дав им возможность стабильного гарантированного выезда из города в сторону Чебоксар, если бы, например, пустили всех по одной схеме движения. Это практически на каждой остановке проехало бы по 250 автобусов вместо 40. Неужели бы человек не поместился и не уехал? Поместился, но ему бы пришлось идти. А всегда встает выбор между двумя вещами. Либо комфорт, либо гарантированно попасть в обозначенную точку, а не митинговать, опаздывая и ловя такси, друзей, знакомых, кто бы подвез и за большие деньги до города Чебоксар. С этим же постоянно сталкиваются пассажиры. Да, конечно, три четвертых благополучно садятся и уезжают, а одна четвертая – вечные изгои. И как же решить проблему этих одной четвертой? Может, к этим существующим 250 автобусов еще добавить 250? Тогда у нас реформа задавна наперед пойдет, по примеру, с Чебоксарской. Там с 550 автобусов уменьшили до 350, а мы будем продолжать в сторону 550 увеличивать? Так у нас город три раза меньше по населению, чем Чебоксары. Если у нас обирают нашего пассажира с рентабельных маршрутов, то нам нечем обеспечить социальные гарантии по нерентабельным маршрутам, как только их закрыть. Всего их нерентабельности. И тогда я посмотрю на горожан, как они будут делить свои интересы, что уехать в Чебоксары – пожалуйста, легко. Проехаться по центральной улице – пожалуйста, легко. А добраться до проблемных точек в промзоны, садоводство и отдаленные спальные микрорайоны оказывается пешочком надо будет за отсутствием городского транспорта. Так кто об этом должен думать? В первую очередь городская администрация, которая об этом думает, со своими письмами в министерство выходит. А вот министерство заняло глухую оборону, как будто их не интересуют эти социальные задачи.